Мы рассмотрим, как можно быстро и легко оформить свое резюме, воспользовавшись бесплатными функциями сервиса Canva. Если вы никогда не пользовались этим сервисом, вам нужно просто пройти на сайт canva.com, зарегистрироваться, процесс регистрации обычный при помощи e-mail и потом войти в этот редактор. Итак, для начала мы можем двумя способами выбрать шаблон для резюме. Либо воспользовавшись вкладкой «Шаблоны», тогда здесь произойдет перегруппировка. Здесь шаблоны для социальных сетей, для презентаций. Но мы пролистываем ниже и здесь есть шаблоны резюме. Либо самый быстрый способ, просто во вкладке «Поиска» наберем «Резюме», нажмем «Enter» и подтянутся все шаблоны для резюме. Как видите, они совершенно разнообразные, пестрые, более строгие. Выбирайте тот, который вам больше нравится и тот, который больше соответствует вашей профессии. Я на примере шаблона покажу вам, как менять текст, как вставить свою фотографию, как менять цвета элементов, ну и еще разные фишечки. Вот, например, такой шаблон. Нажимаем на него и выбираем «Изменить шаблон». Переходим на другую страницу, там, где можно редактировать шаблон. Итак, вот так выглядит эта страничка. Слева у нас панель инструментов, в центре сам шаблон. Для того, чтобы его увеличить, мы зажимаем клавишу «Ctrl» и колесико проворачиваем вперед. Если мы проворачиваем назад, то шаблон уменьшается. Итак, вверх-вниз вот здесь есть ползунок. Итак, первое, что нам нужно сделать, это загрузить другую фотографию. Слева есть вкладочка «Загрузки». Можно перетянуть фотографию отсюда на наш шаблон, либо же открыть проводник и отсюда фотографию перетянуть прямо на шаблон. Она становится произвольным образом. Чтобы поставить ее на место, мы аккуратненько ее мышкой двигаем, чтобы не задеть текст. И вот когда она становится полупрозрачной, вот мы видим, она уже встала. Отпускаем мышку. И теперь, что мы можем еще сделать? Мы хотим ее, например, увеличить. Я несколько раз кликаю. Если вы что-то сделали неправильно, нажимайте «Ctrl Z». Если что-то подвинулось, что-то удалилось, я хочу эту фотографию увеличить, чтобы лицо было крупным. Два раза кликаю по фотографии, появляется вокруг нее такая рамочка. И я растягиваю до тех пор, как мне нужно. Потом мышкой двигаю, выставляю по центру, так как мне нужно. Я хочу еще крупнее сделать. Выставляем. Вот так я считаю достаточно. Отпускаем мышку. Нажимаем «Enter». Все, наша фотография уже стоит на месте. Теперь давайте посмотрим, как изменить цвета на элементах. Мы видим, что здесь вот есть задний фон, темно-серый, желтенький есть. Поскольку на фотографии пестрая футболка, кстати, совсем не обязательно выбирать для резюме такую пеструю фотографию. Я просто вам показываю как пример. И в данном случае, мне кажется, что пестрая футболка и рядом такой же желтый элемент. Это не совсем красиво. Поэтому я хочу этот желтый элемент изменить на более нейтральный. Мы его выделяем. Потом идем наверх, во вкладочку «Цвет». Здесь есть цвета уже. Можно выбрать сразу цвет. Можно нажать на вот этот плюсик. И здесь ползунком, двигая по шкале, выбрать другой цвет. Я считаю, что здесь светло-серенький. Будет хорошо смотреться. Ну, опять же таки, на ваш вкус и цвет. Таким же образом мы можем менять цвет вот этой темной подложки. Также можем выбрать его. Но он вполне нормальный был с самого начала. Чтобы вернуть назад, нажимаем клавишу, две клавиши «Ctrl-Z». Теперь я вот эти желтенькие элементы хочу сделать такого же цвета, как и футболка у девушки. Опять же таки, вверху, в верхнем меню выбираем этот желтенький цвет. Идем во вкладочку с плюсиком. Берем пипетку здесь и наводим на то место, какой цвет мы хотим выбрать. Вот я, например, выбираю такой светло-оранжевый на ее футболке. Таким образом. И, естественно, везде, где встречается этот цвет, я хочу его поменять. И вот, видите, программа уже запомнила наш цвет. И поэтому я легко его могу поменять. Выделяю элементы. Кликаю на цвет. И поменяла цвет. Теперь я хочу поменять цвета вот этих подложек под иконками. Чтобы приблизить, я напоминаю, нажимаем «Ctrl» и прокручиваем колесиком. Выделяем теперь этот квадратик. Снова идем в цвет. И выбираем наш уже готовый цвет. Вот таким образом. Уменьшаем. Ну, возможно, это слишком пестрое, но это как пример. Вы можете выбирать совершенно любые цвета, какие вам нравятся. Теперь давайте посмотрим, как работать с текстом. Чтобы работать с текстом, нам надо его выделить. Вверху тоже у нас есть вкладки для работы с текстом. Здесь текст можно делать жирным, можно делать нежирным. Можно делать наклонным. Либо подчеркнуто. В данном случае над этим шаблоном уже работали дизайнеры. Здесь все хорошо подобрано. Поэтому слишком уж так сильно менять, я думаю, необходимости нет. Если, например, слишком длинная имя и фамилия, мы можем уменьшить размер этого текста. Либо наоборот увеличить. И само начертание текста тоже можем поменять. Вот здесь у нас идут подсказки. Шрифты документа. То есть те шрифты, которые уже использованы в данном шаблоне. Это Poppins и еще какой-то шрифт Garrett. Вот мы можем между ними переключать. В данном случае я перескочила на вторую строку. Чтобы вернулась в одну строку, нужно просто уменьшить этот шрифт. Либо вернуть, как было, Poppins. Если вы хотите поэкспериментировать со шрифтами, можно здесь выбирать другие шрифты. Но для резюме, как вы понимаете, лучше использовать деловые шрифты, которые хорошо читаются. Поэтому я возможность вам показала, но я оставлю так, как оно было. Дальше. Вставить текст. Для того, чтобы вставить текст, мы снова выделяем его. Два раза щелкаем. Текст выделился. Далее, если у вас есть свой заготовленный текст, вы просто его сюда вставляете. При помощи клавиатуры нажимаете Ctrl-C, Ctrl-B. Вставляете свой текст. Если, например, текст не помещается, его слишком много, можно попробовать его сократить, либо же уменьшить. Здесь у нас есть регулировка текста по размеру. Но необходимо следить за тем, чтобы во всем документе, например, если вы поменяли в одном месте размер текста, то такой же размер текста должен быть в другом элементе, чтобы это смотрелось гармонично. Теперь еще. Давайте посмотрим, как в текст можно добавить ссылку, гиперссылку. Итак, давайте мы добавим еще сюда, например, Инстаграм. Мы берем вот эти два элемента. Чтобы выделить элементы, я вот мышкой, видите, я мышкой двигаю, и начинает двигаться фон. Подвинулся. Ctrl-Z. Ставим его на место, и чтобы фон нам этот не мешал, мы его можем зафиксировать. Здесь есть три точечки и замочек. Мы замочком зафиксировали, теперь этот фон никуда не подвинется. Итак, я хочу выделить текст. Вот, например, последнюю. Последнюю иконку с текстом выделить. И хочу скопировать. Я нажимаю Ctrl-C и Ctrl-V. Вот оно скопировалось. Я его подвигаю вниз, чтобы было ровненько. И я хочу здесь поставить иконку Инстаграм и сделать ссылку на Инстаграм. Например, вот этот текст. Я напишу просто Инстаграм. И сам этот текст спущу ниже, чтобы он был по центру с иконкой. И естественно, нам нужно поменять вот этот значок иконки. Я старый значок удаляю и пойду в элементы. Слева в меню элементы. И здесь в поиске нажму Инстаграм. Инстаграм икон. Подсказка у меня Инстаграм икон. И здесь есть разные иконочки. Как видим, это Pro для платной версии. Мы листаем дальше. Выбираем подходящую для нас иконочку. Попробуем вот такую. Перетягивая ее сюда. Как видим, она черная. Мы ее уменьшаем. Для уменьшения я нажимаю клавишу Shift и стрелочкой уменьшаем до того размера, который мне нужен. Не так сильно. Увеличиваем. Ставим эту иконочку на наш квадратик. Смотрим, нужно ли ее еще уменьшить. Капельку уменьшить. И выравниваем по центру. Теперь у нас эта иконка черная, а другие иконки серого цвета. Поэтому я иду в цвет. Выбираю разноцветный квадратик с плюсиком. Беру пипетку и выделяю цвет других иконок. Таким образом мы поменяли цвет. Наши иконки. И надо ее все-таки немножечко выровнять. Вот выровняли. Там появляются красненькие, тоненькие направляющие. Они подсказывают нам, где центр. И теперь инстаграм нам нужно сделать ссылкой. Как это делается? Мы нажимаем вот здесь. После того, как мы выделили текст, появляется такое маленькое меню. И здесь три точки. Здесь набираем ссылка. И в эту строку нам нужно вставить ссылку. Можно зайти в инстаграм и взять ссылку своего профиля. Я беру произвольную ссылку. Для того, чтобы взять ссылку профиля, если вы знаете, в инстаграм можно заходить также с компьютера. Просто заходим на сайт instagram.com. Вводим свой логин и пароль. И попадаем в инстаграм. Здесь берем ссылку. Возвращаемся сюда. Добавляем ссылку. Ctrl V. Все, ссылка добавлена. Теперь вот этот элемент будет интерактивным после того, как мы скачаем весь документ. Так, что еще нам нужно здесь посмотреть. Любые элементы здесь можно удалять или добавлять. Например, вот эти кружочки. Для того, чтобы убрать, выделяем кружочек, нажимаем Delete. Чтобы вернуть, нажимаем Ctrl Z. Это все по вашему желанию. Как вы хотите оформить свои резюмы. Значит, про цвет текста тоже сказали. Цвет текста меняется вот здесь. Буквка А подчеркнутая. Выбираем тот цвет, который вы считаете лучше сюда подходит. Ну, мне кажется, в основном я все сказала. На третьем мы уже поработали. Мы добавили фотографию. Посмотрели, как работать с текстом. Посмотрели, как менять цвета элементов. Посмотрели, как добавить ссылку, гиперссылку. Еще покажу, как можно сдвигать элементы. Вот здесь у нас задний фон темный зафиксирован. Например, я хочу немножко сдвинуть вниз. Я беру мышку и аккуратно выделяю, чтобы не зацепить ничего лишнего. Вот когда все элементы выделены, стрелочкой на компьютере я могу подвинуть немножко вниз, чтобы было больше расстояния между первым блоком и остальными блоками. Также здесь элементы можно огруппировать. Например, я выделила все элементы. Есть вкладочка «Группировать». Теперь этот элемент двигается. В эти элементы двигаются все вместе. Я делаю Ctrl-Z, чтобы было ровненько, как раньше. Теперь давайте посмотрим, как сохранить, скачать это резюме. Для этого нажимаем вверху «Поделиться». Ищем вкладочку «Скачать». Скачать нам нужно в формате PDF. Вот стандартный PDF, рекомендуемый. Рекомендуемый. Сохраним двумя способами, но я вам покажу, в чем разница. Рекомендуемый и «Скачать». Идет скачивание. Я скачаю свою папочку. И теперь скачаем другим способом «Скачать». Вот, сжать PDF. Вроде бы как он должен быть. Сжатие файла PDF поможет гарантировать надлежащее качество печати. Этот формат мы используем для тех случаев, если нам нужно печатать документ. Скачаем. Скачаем в эту же папку. И теперь посмотрим, что у нас получилось. Значит, первый мы скачали. Я его открываю. Он откроется сейчас в браузере. Вот открылось наше резюме. Проверим, как работает ссылка. Как видим, ссылка работает и отправляет нас на ту страницу, которую мы указали. И посмотрим второй файл, который мы сохранили. Который для печати. Сжатый. Здесь, как мы видим, текст подчеркнутый. Но ссылка не работает. Вот такая разница между двумя этими способами. При первом способе мы сохраняем резюме для электронного. Для того, чтобы подавать его в электронном виде. В нем работают ссылки. А второй способ для того, чтобы его напечатать. Чтобы качество печати было достаточным. Но в данном случае ссылки работать не будут. Ну что ж, друзья. Мы рассмотрели, как можно в сервисе Canva использовать шаблоны и редактировать под себя. Если видео было вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok